С 3 марта Норманочка не проводит официальных матчей. Такого перерыва в женском мини-футболе не было, пожалуй, никогда. Конечно, тренироваться в это время было невероятно тяжело. Не то что без игр, даже без паркета. Сейчас подготовка идет в обычном режиме. В матчах с Лагуной Норманочка, конечно, будет учитывать манеру соперника, но играть в Нижегородке будут от себя. Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы свою игру улучшить, а не на том, чтобы попытаться подстроиться под игру, которую будет проводить играть. Если в этом перерыве искать положительные моменты, то можно выделить то, что в строй вернулась Яна Зимирова. Талантливая футзолистка получила травму в одном из предсезонных матчей и пропустила как регулярный чемпионат, так и первый раунд плей-офф. Сейчас все в порядке. Кстати, раньше Яна играла за Лагуну, но принципиальным матч для нее станет совсем по другой причине. Каждый соперник для меня принципиальный, потому что я хочу только самую высокую цель, то есть победу в каждом матче, а возвращение, конечно, для меня это самое важное. Шестикратный чемпион России – Лагуна Уор. Долгое время пензенский клуб шел в чемпионате без поражений. Единственной командой, которая смогла обыграть Лагуну, стала именно Норманочка. Та победа имеет огромное значение, прежде всего психологическое. Нет непобедимых, да, мы это доказали, соответственно, это такой же соперник, такие же девчонки, они также готовились, также были на карантине, и я думаю, что волков боятся в лес не ходить, да, поэтому я думаю, что будем делать все возможное, что в наших силах. Первый полуфинальный матч с Лагуной состоится в Фоке-Мещерске в воскресенье в 14.00. К сожалению, из-за пандемии коронавируса зрителей не будет. Ответный матч 6 августа. Тогда мы и узнаем, кто из этих двух команд выйдет в финал чемпионата России. Александр Быков, Алексей Заволов. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok